Это уже другая совершенно игра. И у нас обновился состав, и у БТ. Поэтому, что касается зрелищности, накала борьбы, то что это будет игра, как мне кажется, без обилия голевых моментов, это точно. Год назад основное и дополнительное время поединка за Суперкубок прошло без голов. Шахтер сломил соперника лишь в серии пенальти. Та игра была первой официальной форме горняков для Егора Филипенко, который только пришел из БТ. 10 апреля бронзовому призеру молодежного Евро исполнится 34 года. Мотивация. Ну, скажем так, с каждым годом тяжелее и тяжелее находить, естественно. Но, опять же, тут все банально. Я профессионал, у меня есть контракт, и у меня есть имя на спине. И поэтому я не могу позволить себе, скажем так, заниматься ерундой. Опытный защитник и правда не занимается ерундой. А добросовестно проходит предсезонный период с командой. В первом спарринге 15 января шахтер обграл Славию 3-0. Затем было поражение от Терцор БГУ 2-4 и неожиданный проигрыш шахтеру из Петрикова 1-2. Далее Виктория над Ислачью 1-0. В феврале окроты проводили сбор в Гомеле и в местном манеже одолели сам Гомель 2-0 и перволиговый локомотив 5-0. Хорошую оценку дам, положительную оценку дам. По той простой причине, что, скажем, две недели в пустую не прошли. Это сегодня мы видели на матче, как бы там тяжело функционально не было. Но ребята спасибо вам большое выполняли. И я думаю, что хорошую игру показали. Спустя восемь дней все там же, в Гомельском манеже, шахтер уступил Белшине 2-3. Это было много брака у футболистов, у тех, которых там обычно его нет. Просто потому, что нагрузки большие, ноги не те. Мы подойдут к игре и вообще никаких проблем не будет. Сделаем из этой игры выводы. И я думаю, что это последнее поражение в нашем сезоне. На позицию основного галкипера в стане команды чемпиона сейчас претендуют сразу трое. Роман Степанов из Брестского Динамо, Сергей Черник и пришедший из Минского Динамо Максим Плотников. Тренироваться мы любим. Вот уже, да, осталось, грубо говоря, три дня и все. И начинается уже сезон. Как-то быстро пролетелось. Так что готовимся к сезону. На прошлой неделе шахтер летал в Калининград. В четверг состоялась игра со второй командой местной Балтики «Победа 3-0» и основной, выступающей в ФНЛ. Ничья 2-2. Настоящая проверка подопечных Биончика ожидает в субботу, 5 марта. Начало игры за Суперкубок в 15.00.